Скажем, я вот до третьего брака, и я в третьем браке, это два совершенно разных человека. Семь лет мальчик, что такое дружба? Взаимная независимость. Если вы с человеком друг от друга не зависти, вы можете дружить. Если зависти, то это унизительные и шкучные отношения. Дружба – это контакт двух самостоятельных людей, которым друг без друга тоже неплохо. Это вы сказали сейчас условия. Масса, огромное количество людей, которым друг без друга неплохо. Вы жили неплохо без меня, я без вас неплохо жил. Взаимная симпатия без обязательств. Тогда могут быть миллионы людей. И я симпатизирую огромное количество людей, подозреваю, что мне тоже как. Надеюсь. Дим, вот я должен признаться, я очень не люблю вот этого сакрального, такого надрыва, вообще не люблю надрыва, но такого надрывного отношения к дружбе. Когда говорят, дружба – это понятие круглосуточное. Ты должен, вот друг позвонил, ты должен немедленно все бросить, приехать, ночью его утешать. Для друга все, особенно там всякие обряды клятвы, братания, вечной верности, я это все ненавижу. Я понимаю под дружбой отношения взаимной приязни, когда мне о человеке приятно думать, что вот я могу ему многое сказать, но грузить его собой я ненавижу. И у меня довольно много друзей, вот как ни странно, то есть довольно много людей, которые, на которых я могу рассчитывать с абсолютной надежностью. Ну вот Магарам был такой друг, которому я все мог о себе рассказать, да? Не было такой вещи, которую я не мог бы ей рассказать, самую стыдную. Но при этом мне дороже всего было именно то, что мы никак друг от друга не зависим, и что у нас нет никаких взаимных обязательств. Вернее, они только добровольные. Вот как это объяснить, я не знаю. Я не люблю дружбы, как вот таких налагаемых цепей. Ты мой друг, и значит, ты должен за меня порвать. Вообще очень не люблю рвать за кого-либо. Главное, чтобы отношения были ненапряжными. Вот не люблю я этого напряга во всем, да? И этих вот разговоров о мужской дружбе, такого мрачного сидения друг напротив друга, значит, подводку и таких разговоров о самом задушевном, это я ненавижу. Это как-то должно происходить само. Вообще понятие мужская дружба и мужская сентиментальность по этому поводу, вот между нами, говоря, Дима, нет ничего омерзительнее, чем мужская чувствительность. Это, как писал Куприн, имеет место только в казармах и в домах презрения, в домах престарелых. Ненавижу. Спасибо. 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 Спасибо.